Всем большой привет! Я продолжаю подводить итоги 2020 и, конечно же, куда без палеточных итогов. Я снова не планировала покупать палетки и начала их пересчитывать. Оказалось, что в 2020 году я попробовала 15 новых палеток. Ну, так получилось. Я не буду делать никакой топ от лучшей к худшей, потому что все палетки очень разные. Разделю их по брендам, потому что брендов здесь на самом деле не так много. Первый бренд, который я хочу показать, давайте это будет Наташа Динона. В этом году я купила две палетки. Это Gold, которая пришла ко мне, по-моему, чуть ли не 30 или 31 декабря 2019 года. И новинку Glam. Палетка хорошая. Я так и не смогла снять на нее какой-то финальный обзор. Я, точнее, его сняла, но не стала его выкладывать, потому что мне... Я, кстати, тут цвета переложила. Ну, мне так кажется, палетка выглядит более логично. Мне нравится эта палетка. Здесь очень хорошие матовые. Она очень базовая, но она такая скучная, что я прям не знаю. И хвалить ее как бы хочется, но советовать прям кому-то ее покупать я бы не стала. А вот палетка Gold это вау! Я так рада, что я все-таки ее решила покупать. И, на мой взгляд, это лучшая палетка именно в таком формате точно у Наташи Динона. Она хоть и кажется однообразной и скучной, вроде просто золотой, но на самом деле здесь ни одного даже схожего оттенка нет. Они все очень разные. У них у всех разные финиши. Есть спарклы, есть металлики, есть сатины. Они матовые, здесь одни из самых лучших. И она настолько красивая. Это просто. На мой взгляд, она стоит своей даже полной цены. Я ее, конечно, взяла по скидкам. И мне искренне жаль, что Наташа перестала выпускать именно такие разные финиши. Потому что в этой палетке практически все металлики на одно лицо. Далее, Jeffree Star. В этом году я попробовала три палетки. Бросала меня, конечно, нехило. Во-первых, в начале года я купила себе наконец-таки Joe Breaker. Я про нее делала отдельный... Боже, какая она яркая. Она прям супер выбивается сейчас из моего такого гламурного образа. Я про нее делала отдельный обзор, делала несколько макияжей. Мне нравится эта палетка, но она для меня особенно сейчас акцентная. В принципе, сейчас такое модно взять какой-нибудь один яркий оттенок, либо в уголок, либо на всю века. Красиво разложить. Здесь хорошие. Большинство оттенков очень хорошего качества. И для меня такая палетка определенно должна быть в коллекции. Особенно мне нравится эта пастельная гамма. Да и в принципе, яркие здесь оттенки хорошие. Я уже, по-моему, говорила, что здесь много таких похожих красных. Но в остальном она вполне. Но вот если это такой яркий-яркий день, то ночная версия палетки Joe Breaker, а именно палетка Cremated, которая была выпущена в этом году, очень меня удивила. Я не думала, что мне настолько сильно зайдет холодная гамма. Я вообще не люблю холодные оттенки на себе. А здесь они настолько разные, интересные, классные. Но, сразу оговорюсь, спокойно и не потеряв ничего. 12 оттенков отсюда можно выкинуть и оставить половину. Особенно вот этот верхний ряд. Два верхних ряда. Это просто вау. Невероятно красивые здесь шиммеры. Хорошие. Вот парочку из нижних оставить растушевочных. И вполне себе. Что меня немножко смущает. Я читала много отзывов, что кому-то эти металлики жгут веки. Мне тени у Джеффри жгут только если я как бы попадаю именно на слизистые. Но это быстро проходит. Никаких аллергических реакций нет. Ну, например, вот в визаже я бы уже палетку Cremated использовала бы очень осторожно. Потому что вдруг у кого будет реакция, не очень хочется брать на себя такую ответственность. И палетка Bloodlust. Это палетка моей сестры. Вот если ругали Джеффри, что вот это, да, какая-то могильная тематика, там нельзя. Для меня вот это вообще обивка гроба, если честно. Оттенки здесь очень красивые. Здесь как раз впервые появились вот эти вот классные спарклы от Джеффри. Очень качественные. Здесь есть и хорошие такие нейтральные, и интересные разные оттенки фиолетового. Конечно, оттенок обманка, который смотрится невероятно. На деле эти блестки не так круто выглядят на глазах, как в рефиле. Большинство оттенков действительно очень-очень классные. Но себе я думала. Два раза. Два раза были скидки на Beautylish на Джеффри Стар тени. И два раза я не думала-думала и решила пока не брать. Не знаю, насколько мне нужна эта палетка, потому что мне в первую очередь крайне неудобно хранить палетки Джеффри. И вы дальше увидите, что я перешла на компактные маленькие палетки. Мне как-то с ними работать стало интереснее. А вот эти вот бандуры, ладно, в Joe Breaker это оправдано здесь. Много разных цветов. Ладно, в Cremated я готова потерпеть. И то уже я думаю над тем, чтобы ее распотрошить. Но ладно, эта упаковка хотя бы компактная. Все, в принципе, три палетки Джеффри мне понравились. Но если выбирать, я голосую за Cremated. Далее Charlotte Tilbury, которая в этом году мало того, что похитила мое сердце, так еще и неплохо так меня обокрала. Потому что вот какое количество палеток Charlotte у меня появилось. Началось все в начале года. Я снимала обзоры Celestial Eyes и Pillow Talk. Тогда я думала, что Pillow Talk мне понравилось. И это вау. Палетка хорошая, но дальше я вам покажу гораздо-гораздо круче. И сейчас Pillow Talk абсолютно не кажется мне такой интересной. Celestial Eyes я все еще люблю. Но по факту, по факту, я отсюда пользуюсь только двумя оттенками. Особенно в коричневом тут прям очень хорошая вмятинка. Могу еще пользоваться вот этим темным. Золотой мне здесь не очень нравится. Он какой-то слишком желтый. Позже я купила, как только вышли сразу, Sparkle в оттенке Dazzle Diamonds. Я все равно вижу этот оттенок как зеленый, хотя он смотрится и серым, и каким только они смотрятся. Буквально вот уже за пару месяцев я ее прям прилично так использовала. Новогодние макияжи с ней очень хорошо удавались. Здесь все оттенки удачные. Даже несмотря на то, что эти между собой похожи, я эту палетку очень люблю. И она мне даже нравится больше, наверное, чем Celestial Eyes. Позже я купила еще две палетки на Культ Бьюти. Кстати, все палетки Шарлотты, кроме вот этой, по-моему, я покупала на скидках. Хоть как-то могу себя оправдать. Купила я еще две палетки классические, Exaggerize и Golden Goddess. Golden Goddess хорошая палетка таких нейтральных оттенков. Но я как-то, наверное, больше от нее ожидала. Здесь нет матовых. Мне немножко кажется странным, что среди трех теплых оттенков добавлен такой сероватый сатин. Он вполне хорошо смотрится, но я здесь как-то какой-то другой бы оттенок хотела бы видеть. Неплохие здесь спарклы. Вот этот темный оттенок очень красиво, очень мягенько растушевывается. Светлый сатин. В принципе, хорошая палетка, но без вау. А вот что точно вау, это Exaggerize и, на мой взгляд, она уделывает пилоток просто по всем направлениям, при том, что она похожа. Но здесь один матовый, который можно растянуть просто в ноль. Невероятно красивый. Одни из самых красивых спарков у Шарлотты. Светлый сатин также выигрывает. И этот оттенок выигрывает абсолютно у матового светлого из пилоток. Вот эта палетка, я на нее отдельный обзор также уже сняла. Она определенно одна из самых любимых палеток года. И палетки, которые пришли ко мне совсем недавно, с черной пятницы. Это Wall Coup No Shame. Я уже говорила, что она похожа с чем-то на пилоток. Особенно светлый сатин и спарклы. Но она, конечно, получается поинтереснее. Особенно, если в вашей коллекции будет та же Exaggerize. Здесь такой вишневый оттенок. И очень красивый красноватый медный. В сумме это все дает просто такие красивые вампирские глаза. Она слегка сложновата в применении. То есть она не прям растушевывает себя сама. Darling Look. Все в ней хорошо. Три матовых, три сатина металлика. Очень мягенькие металлики. Матовые просто растушевываются просто сами себя. То есть такое же качество, как, например, матовые из Exaggerize. Но 5,4 грамма на 6 оттенков. Это очень мало. Мне, конечно, даже интересно будет понаблюдать, как быстро она закончится. Но я надеюсь, что все-таки она будет расходоваться медленно. И палетки-одиночки. Их всего три. Во-первых, это от Домини Косметик Селес Толстор. Несколько макияжей я с ней сняла. И как-то не знаю я. Я на самом деле не могу сказать, что это разочарование года. Но я, наверное, ждала чего-то покруче. Очень здесь необычные цвета. Но палетка достаточно сложная. С ней легко наворотить грязь. Вот эти два шиммера здесь не супер хорошего качества. Вот эти спарклы красивые. Эти тоже. Матовые здесь довольно-таки простые. Большинство оттенков очень чистых. И вот эти вот два, например, мне кажется, довольно-таки скучными. И такими слишком простыми. Вроде и неплохая палетка. Но на фоне других, которые вызвали у меня восторг. И она какая-то большая тоже. Такое себе. Палетка не моя. Я ее дарила в начале года своей маме. Но я, конечно же, ее протестирую от Анастасии. Я, получается, себе в этом году ни одной палетки Анастасии не купила. В этом году особо ничего, кроме Амразии, не выходило. Коллаборация с Carly Bible. Хорошие здесь оттенки. Она очень... Маме моей она прям вообще зашла. Здесь красивые шиммеры. Здесь хорошие матовые. Мне здесь не хватает каких-то темных контрастных оттенков. Даже если это будет ваша первая палетка от Анастасии. Я думаю, определенно она вам понравится. Не могу сказать, что для меня она круче, чем та же, например, Нарвина. Но почему-то я Нарвину от Анастасии полюбила. Определенно интереснее той же Saltree или Soft Glam. Но себе я даже бы на скидках ее брать не стала. Просто потому, что я вижу, она не вызывает у меня вау какого-то эффекта. Возможно, я немножечко, самую малость, зажжалась уже в палетках разных. Но я вот стараюсь покупать супер вот такую вот базу, как Dinona Glam. Либо палетки вау, как, например, те же Sparklet, Charlotte и тому подобное. Палетка, которую я купила уже в самом конце года, но за пару использований она уже успела меня покорить. Nars Orgasm. Именно светлая версия. Здесь невероятно красивых три шиммера. Вот этот коричневый, он просто какой-то мокренький. Он настолько красивый. Матовый здесь также очень хороший. Он вроде обычный, но он прекрасно подходит для такой легкой растушевки. Стойкость потрясающая. Очень красивые оттенки. Orgasm X я брать, скорее всего, не буду. А вот эта очень красивая. 1,2 грамма в рефиле. То есть здесь достаточно много. В L'Etoile она у нас еще продается. На Sculpe Beauty, по-моему, ее разобрали уже. Таких вот именно финишей жду от Luxe Palette. То есть и на возрастное, например, веко, если у вас там тени как-то скукоживают веко, определенно вам зайдет. То есть это и не спарклы, и не жирные металлики, но в то же время они очень красиво освежают взгляд. В общем, эта палетка, наверное, одна из самых интересных, которые можно, так скажем, пойти и купить в свободном доступе у нас в России. И палетка, которая пришла ко мне 31 декабря в последний день. И я успела в новогоднюю ночь именно ей воспользоваться. Это Mothership 5 от Pat McGrath. Я, конечно, не могу отнести ее к палеткам 2020 года. Она уже пойдет в 2021 год. Но спойлер. Вот этот вау я и, в принципе, сейчас хочу видеть от палеток. И здесь этот вау определенно есть. Хотя в палетке есть вопросы. Она не идеальна. Но, конечно, даже просто смотреть на нее, это сплошное удовольствие. Пока что я ее тестирую. Но могу уже сказать. Но Pat McGrath явно хочет посоревноваться с Диноной и Шарлоттой Тилбери в обкрадывании, так скажем, меня. Потому что палетки очень дорогие. И определенно я буду покупать их только на скидках, как, например, палетки Шарлотты. Но, и Диноны, кстати, тоже. Но грустно мне, что почему-то глаз мой всегда падает именно на такие вот дорогие вещи. Но они действительно круче. И я получаю гораздо больше удовольствия, чем я накупила бы, допустим, 50 каких-нибудь палеток из масс-маркета. На этом все. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. И всем пока!